Дневной эфир продолжает Званный Гость Мастер художественной ковки Роман Кудрявцев. Роман, здравствуй! Добрый день! Скажи, пожалуйста, вот сразу тебе вопрос, как долго ты работаешь в этой профессии? Занимаюсь порядка 11 лет. Работаю, создаю новые вещи, развиваюсь. Как же ты пришел в профессию? С чего вообще все началось? Началось все с деда. Он начинал заниматься железом и продолжил это ремесло отец. И вот после отца занимаюсь я. То есть все-таки не зря говорят, что по традиции вот такое ремесло, кузнечное ремесло, часто передается из поколения в поколение именно? Да, конечно. Это на самом деле очень интересная работа, которой действительно можно гордиться и передавать от отца к сыну. И при этом быть уверенным в том, что это будет востребовано всегда. Помнишь ли ты свое первое кованное изделие? Вот что ты сделал? Разумеется, это достаточно курьезная ситуация. Заказчик попросил изготовить, как это странно не звучит, селедку на санках. Это был заказчик из России. Очень, наверное, такой юморной человек. Достаточно юморной был подарок. И, скажем так, с этой работы началась моя эпопея в копке. Интересно. Я думаю, такое первое кованное изделие ты запомнишь надолго, а может быть и навсегда. Скажи, пожалуйста, что вообще ты изготавливаешь и вот какие изделия сейчас востребованы у населения? На данный момент у населения востребованы козырьки, навесы, ворота, перила, каминные наборы. Конкретно я занимаюсь, помимо всего этого, скульптурой. Скульптурой из листового металла, предметами интерьера, дорогими подарками, просто подарками. И часами, всем, чем можно. То есть делаешь абсолютно все, насколько я понимаю. Абсолютно все, что можно сделать из железа. Хорошо, скажи, если я правильно поняла, то каждое твое изделие в единственном экземпляре, верно? То есть такого больше нигде не найдешь? Да, разумеется. И сам себя ты тоже не повторяешь? Нет, даже самого себя я не повторяю. Все изделия абсолютно разные, и каждое изделие подгоняется специально под заказчика. Делается на его желание, усмотрение, потребности. Скажи, Ром, создание вот таких вещей, которые ты делаешь, это очень творческий процесс. Откуда берутся идеи? Идеи приходят не просто из головы. Идет общение с клиентом, рассматривается интерьер его дома, помещение, его творческие какие-то интересы, его желания, желания его близких. Все исходит непосредственно от клиента. Кузнец просто собирает все воедино и делает действительно стоящую вещь. Все-таки нужно быть, безусловно, творческим человеком, правильно, с каким-то творческим подходом, воображением, опять же таки, творческим. Я думаю, есть в этом доля истины, хотя на самом деле кузнецы не совсем художники. Какой-то творческий подход в любом случае и есть, но в любом случае это же и набор каких-то приемов, которыми пользуются все. Определенные рисунки, устоявшиеся стили, разработки. То есть у тебя тоже есть какой-то собственный стиль, правильно понимаю? Да, разумеется. Есть определенный собственный стиль, как и у любого кузнеца, который занимается своим делом, мне кажется, более пяти лет. А какие этапы работы включает в себя кузнечное ремесло, вот начиная от задумки до уже передачи заказчику? Задумка начинается не у кузнеца, а у клиента в первую очередь. Все-таки кузнец работает непосредственно с клиентом. То есть исходит от потребностей, от желаний, правда? Да, разумеется. Нет такого, что я прихожу к клиенту и ему что-то предлагаю. Клиент обращается к кузнецу и по его запросу обсуждаются эскизы, варианты. Потом идет изготовление элементов, сборка элементов, покраска, патинирование, установка. То есть этапов много? Этапов очень много. Ты так быстро обо всем рассказал, но я уверена, что каждый этап занимает, наверное, достаточное количество времени. На каждый этап нужно потратить достаточное количество времени и сил, потому что здесь очень важна аккуратность. И, помимо всего этого, качество. Качество превыше всего, правда? Хорошо. А какие приемы художественной ковки ты используешь? Их огромное количество. Это дефовка, ковка горячего металла, холодная, выколотка, выколотка. Не путать с чеканкой, потому что это тоже есть. Вот так, друзья, не путать с чеканкой обязательно. Хорошо. А дефовка, правильно я говорю? Что это такое? Дефовка – это деформирование металла холодным способом, без прогрева. Чаще всего это относится к листовому металлу достаточно больших толщин – 2-3 мм, 4 мм. Всех, кто к нам только что подключился, я приветствую на волнах твоего радио. И напоминаю, что сегодня у нас в студии мастер художественной ковки Роман Кудрявцев. Ром, привет. Добрый день еще раз. Вернемся к нашему разговору. Нужны ли какие-то особые качества и навыки человеку, который решил стать специалистом в области кузнечества? Может быть, какие-то советы начинающим кузнецам ты сможешь дать? Да, конечно. Это в первую очередь терпение. Терпение понадобится очень много. Терпение, отсутствие страха и, наверное, большое желание увлечься этим полностью, отдавая всего себя этому делу. Все-таки в любом деле самое важное – это желание. Правда? Да, разумеется. Что самое сложное в твоей работе? Самое сложное в моей работе? Чтобы люди были готовы ко всему. Ну, таких аспектов на самом деле много. Для каждого человека это по-разному. Это может быть и общение с клиентом, и рисование эскиза. Бывает и такое, что рисуешь для человека по 10-12 вариантов. Хорошо, подожди. Вот об этом мы с тобой как-то умолчали. Ты сам рисуешь эскизы? Да, разумеется. То есть, необходимо, а все-таки навык еще и рисования? Необходимо, но на первых этапах я не думаю, что на этом стоит заострять свое внимание. Просто потому, что изначально новичку не нужно будет заниматься какой-то сложной работой. Клиенты будут требовать от него самое простое. Да и браться следует только за самое простое, не умея ничего. То есть, сложностей, я так поняла, может быть масса. Ну вот, а самое сложное, что для тебя? Разумеется, это выколотка. Нужно, как я уже говорил, это обработка холодного металла. Для этого нужно терпение и просто выносливость. Выносливость. Ну, обязательно кузнец должен быть выносливым испокон веков, друзья. Скажи, пожалуйста, Ром, как ты считаешь, вот как у нас в стране развита сфера кузнечества, именно в Беларуси? Может быть, что-то нужно менять или все отлично складывается? Да, менять, безусловно, нужно. Я вот, например, знаю, что лучшие кузнецы – это в любом случае женщины. Так уж завелось. Серьезно? Да, разумеется. Ну, если честно, я себе как-то слабовато представляю женщину с кувалдой. А вот представь себе, что самые лучшие кузнецы на самом деле женщины, не самые известные кузнецы. Вот так, друзья, кто бы что ни говорил, женщины преуспели везде. Даже вот я бы не могла подумать, но вот и в кузнечестве, оказывается, тоже. Это очень интересно и похвально. Ром, какой твой самый необычный заказ? Самый необычный заказ – пожалуй, оформление газона в морском стиле. Снабжение его скульптурой в большом количестве, черепахами, спрутами, китами, морскими коньками. Для меня, скажем так, немножко непонятный запрос, но в любом случае желание клиента – закон. Закон. Сколько времени ушло на этот заказ? Порядка трех месяцев. Три месяца и за дня в день ты занимался только… Три месяца и за дня в день только вот этой работой, да. Что же вообще в работе для тебя является главным стимулом? Ну, это очень сложный вопрос. Наверное… У нас простых вопросов не бывает. Сама работа – это стимул. Наверное, все делается для семьи, потому что работаю я в первую очередь не для того, чтобы работать, а для того, чтобы приходить домой и как-то быть ближе к своей семье, иметь возможность радовать их чем-то большим, помимо теплых слов. Все-таки это, наверное, еще и заработок. И заработок, естественно. Как любая работа должна все-таки приносить доход, верно? Ну, а как же вот, скажи, довольные глаза заказчика? Ну, мне кажется, это есть в каждой профессии, где мастер может встретиться с глазу на глаз с заказчиком. Потому что давай не будем скромничать, ты создаешь настоящие шедевры. Ну, наверное, не мне судить об этом, скажем так. Ну, я видела твои работы, они на самом деле шедевральны, что тут скрывать. И вот наверняка люди реагируют восхищением и восторгом. Ты знаешь, всегда по-разному. Для кого-то это вызывает шок, для кого-то это удивление, кто-то ожидал подобную работу, кто-то может сказать, что она ему по факту и не нравится. То есть это бывает и такое? Бывает и такое, каждый раз все по-разному. И что тогда? Ты вот переделываешь как-то? Переделываем, добиваемся результата, который полностью удовлетворил бы клиента. Про самое необычное изделие мы с тобой поговорили, ну а самое любимое какое? Все-таки у тебя их много, но вот что запомнилось? Что вот до сих пор греет душу твою как мастера? Наверное, это подарок своей любимой, кованая роза, которая была и остается единственной, больше я таких не делаю. Что в ней необычного? Количество лепестков и форма. В ней я подошел к вопросу достаточно серьезно, как бы забавно это ни звучало, ведь роза это самое простое в кузнечном деле, и все с этого начинают. Но все равно это, наверное, самая запоминающаяся и любимая работа. Потому что, наверное, это дело дорогому человеку, и вот поэтому запомнилось. Какие твои планы на будущее? Может быть, какие-то цели ты перед собой ставишь? Может быть, есть какие-то мечты, которые хочется осуществить? Наверное, есть, как и в каждом ремесле, добиться большего успеха, добиться больших навыков, максимального количества интересных работ. Вот этого я желаю всем кузнецам на самом деле, да и вообще всем, кто хочет начать заниматься подобным делом, чтобы у вас все получалось, и вы не терялись. Ром, самый сложный вопрос. Приготовься. Веришь ли ты, что каждый человек кузнец своего счастья? Конечно. Все зависит от каждого из нас. Мы сами принимаем свои решения, и только мы сами имеем право решать что-либо. Ты как кузнец подтверждаешь это, да? Да. Я вот, конечно, не кузнец, но тоже верю, что все зависит от нас и все в наших руках. Напоминаю, у нас в гостях был мастер художественной ковки Роман Кудрявцев. Ром, спасибо тебе за этот интересный разговор. Желаю тебе свершения всех поставленных целей и творческих побед над металлом. Спасибо. Твое радио. Званый гость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова